Я здесь с 91 года работаю, я еще маленьким был здесь, лет нас, наверное, было. Я сидел, кто приеду сюда, кто опять меня заберут, 25 лет уже отсидел, а потом приехал, отчим дом продал, отчим дом продал, и все, куда мне идти. Я вот сюда пришел, ну, робот, друзья, нашел. А работу пытались другую? Ну, как, вот, 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 у вас вы интерес вот такой делаете, да? Я это, подожди. Как человек освободился, как он работу найдет? Подожди. Он судимый человек. Я в столярке работаю. Чертый столик, пожалуйста. Я по дереву краснодеревшек. Он кораблики делает. Да не только кораблики. Мне уже 63 года, здесь 90, считайте, полжизни я здесь. Ну и кому дед на работу нужен? С дома ушел, потому что пьют, откровенно говоря. Кому, какой жене алкаш нужен? Да и дети выросли, неудобно. Где-то под забором валяются. Бать, давай сибану, а? Да тихо! Дай сибану, блядь. Ну и, короче, с 90-го года работаю здесь, насмотрелся всего. Люди всякие здесь, разные, всякие разные. Ну и, походу, судьба всех сюда. Куда деваться человек? Только приемщики меняются. А мы здесь как были. Да. То там принимают, то туда валят свалка, то сюда валят свалка. Мы то туда побежим, то туда побежим. Здесь бутылки, баклажки, железо. Вот эти баклажки, железо. Что деньги стоят? Бакулатуру собираем. Что деньги стоят? Упаковка собираем. То есть это. А что самое выгодно собирать? Само выгодно? Баклажка? Нет. Нет. Ну не знаю, для меня выгодна баклажка. А, упаковка, да? Нет. Чветной. Цветной? А, медь, алюминь. Вот еще, вот я выехал. Чветной. Вот, вот такую собираем. Алюминь собираем. Железки собираем. Вот, баклажка тоже идет. Железки выжить собираем. Вот так мой живел. Вот, ласунь. Вот. Ласунь. Карманы. Это железо. Иногда получается найти, иногда нет. Ищем алюминий в основном, потому что он стоит дороже железа. А вот и медь. Килограмм стоит 350 сон. Вот так вот ковыряешься. Если что-то найдешь, то хорошо. Если нет, то нет. Мне уже 60 лет. Два года назад мы переехали сюда. Не от хорошей жизни переехали. Надо выживать. Дома у нас нет. Вот хотим накопить и построить жилье. Понемногу собираем. У меня большая семья. Два сына, две невестки и четыре внука. Здесь вместе со мной работают и сыновья, и невестки. А за внуками ухаживает жена. Живем недалеко отсюда. Снимаем дом. Конечно, носим перчатки. Но сегодня я забыл захватить. Но ничего, и так буду собирать. Когда без перчаток, естественно, бывают порезы. Приезжает машина, бежим за ней. Кто успевает, тот и хватает. В эти моменты не думаешь о том, что можешь пораниться. Но на всякий случай храним дома йод. Здесь могут работать все. Двери открыты для всех желающих. Хочешь работать, приходи и сортируй мусор. Никто тебе ничего не скажет. Никаких претензий нет. Никто не имеет права что-то сказать. Вот так собираем в кучу. Если не следить, то могут украсть. А потом трудно узнать, кто забрал. И сложно доказать. Металл-то весь одинаковый. Здесь много людей. И если не следить друг за другом, кого потом винить будешь? Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Одиннадцать килограмм зал. Вот второй ряд. Там еще два куча стоит. А потом знаю, сколько килограмм весть. Да, вредно, а что делать? Человек, чтобы выжить, будет стараться и терпеть все. Думаете, кого-то волнует, что это вредно и можно умереть? Нет. Никто об этом не беспокоится. У всех одна цель – накормить детей, создать условия для их жизни. У всех на уме только это. Забываешь о боли, за здоровьем не следишь. Здесь никто не студится перед родственниками за свою работу. Всем друг на друга наплевать. Сюда все из-за нужды приехали. Если кто-то что-то спрашивает, отвечаю – а ты мне хлеб даешь? А ты мне денег даешь? Сейчас все обеднели. Родственники не помогают друг другу. Спросишь, даже копейки не дадут. Спросишь, даже не это не сделаю. Для чего никто не узнает, как то сейчас каждому. И не Augs'all начали. Я не знаю, какой угодный шарик попадет. Спросишь, даже легче, бегут. Спросишь, даже если я лечу, похожи. Это не убежали, потому что, что стоишь не я. А я, не забыла. А еще один шарик попал всталить. Так что уже лежалось. Думаешься, я не забываю. Небaka полетал. Ребята в небо, что это будет хорошо, я не забываю. 15 лет, как я здесь работаю. Жизнь заставила. Пришлось прийти на свалку, чтобы обеспечить детей. Тогда дети у меня были маленькими, а сейчас, слава богу, выросли. У меня есть дочь 2001 года рождения. Поспитываю пятерых внуков. Думаете, от радости сюда пришли? Жить-то как-то надо. Чем-то хочу помочь детям. У меня больной муж. Заработанных денег хватает только на ежедневные расходы. А так у нас нет жилья. Квартиру снимаем. На свалке много женщин, потому что мы более настойчивы, мы старательны. Мужчины тратят деньги направо и налево, а женщины больше работают и все приносят домой. Мы-то ладно, уже пожили. Что могли увидеть, увидели. Что могли попробовать, попробовали. Если даже умрем, не страшно. А вот молодые, у них все еще впереди. Я все твержу девушкам, чтобы они поменяли работу, строили свое будущее. Молодым легче, много возможностей. Но нет, они-то привыкли работать на свалке. Потому что здесь мы работаем как хотим. Хочешь собираешь, хочешь отдыхаешь. А в других местах есть график. Все по часам. А наша молодежь к такому не привыкла. Объем заработка зависит от старания человека. Кто работает семьями, конечно, больше зарабатывает. А если человек один, то максимум 500-600 сомок в день выходит. В день? В местах зарабатывай. Штука. Штука, полтора. Полторы. В день зарабатывай. Если хорошо работать, за два часа можно полторы, две, три тысячи заработать. Мы вчера. В день можно. Что мы вчера, сколько мы с тобой? Десять минут. Десять минут и уже бабки. Магнит там сюда тянет. Магнит там сюда тянет и все. Честно сказать. У меня дом есть, двухэтажный стоит дом у мамки. Полторы штуки. Мамка живет, сноха, братишка есть. Полторы тысячи. Две племянницы. Где заработаешь? Полторы тысячи. Четыре внучка есть. В день? Две дочки есть. Сколько ты заработаешь? Ну, пятьсот сомов. Где? Вообще. А, на собачах есть? Пятьсот сомов. А, здесь больше заработаешь. Здесь полторы, две. Здесь полторы-две, блин, заработаешь, щелки-палки. Уже 15 лет работаю, но со здоровьем, слава богу, все хорошо. Главное, не думать о грязи и о заразах, которые ты можешь здесь зацепить. Близко не воспринимать и не надо быть брезгливым. А то, если думать о болезнях, то можно и в чистом месте чем-то заразиться. Все по воле Господа. Ну, раз мы при помощи этой работы находим себе хлеб, значит, ни о какой брезгливости и речи быть не может. Бывает, находим трупы. Но что здесь такого? Чего бояться? Мы тоже умрем. Так что просто помогаем вытащить труп. Не кричим, не убегаем. В этом году три или четыре трупа нашли. Мы отпрыгиваемся, потому что здесь сразу скорая милиция. Один. Пока разберутся, почки отобьют. Было такое, машину привезли. А, ну, коробки в основном. Мы валивают. Мы с водителем стоим, слышим бадеческий, что-то такое бадеческое. Давай коробки проверять. Нашли коробку эту, где младенец совсем, ну, только одноворожденный. Братан, куда? Я за дачу молодого. Ну, как куда? На проходную вези. Там, может, скорую, может, еще жить будем. Потом эту кучу, это еще при союзе было. Эту кучу начали гортать, а там них младенцы. Вот такое бывало. Штук пять. Прямо по броку идем, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Испугались все. И что нам делать? Милицию вызывать туда-сюда. И решили так. Пойдем. Все равно не найдет милиция никого. Чего, чего, как-то. Ну, брошенный или как, я не знаю. Похоронили мы этих младенцев. Кошмар. Сначала в кресле, потом в кошмар. Не на свалку туда дальше. Гучно. Похоронили. Машины приезжают и до конца едут. Там мусор этот сваливает. А там люди собирают. И здесь вот такие места делают. Кучу. Кроме пешевых отходов, ничего не остается здесь. Готовая картошка, говорю. Не надо ее поливать, сажать. Сразу собираешь и продаешь. Картошку сажаешь. И потом, неизвестно, по чем продаешь. А здесь, блин, собираешь и сразу продаешь. Готовая картошка. Кошка. От 30 до 60. Маленький, где-то 30 килограмм. Большой 60 килограмм весит. 55-60. Самый большой. Жена есть, двое детей, сын, дочка. Они, сын учится, дочке полтора годика. Дома все нормально. Живут на съемной квартире трехкомнатной. Дома все есть, все обеспечено. Нормально зарабатывают. А в городе хорошей работы нет уже. Есть друзья, которые в госработе работают. Шесть, восемь тысяч зарабатывают они. А мне восемь тысяч ни на что не хватит. Здесь можно больше заработать. Ну, где я только не работал. В разных местах работал. В разных странах ездил. На заработки тоже не получался. В Москве я был, в Казахстане работал, где я только не работал. Ну, когда я первый раз сюда пришел, я испугался здесь. Как можно работать, что, как. Здесь даже ходить не смог. Вот так ходили или дорогу выбирали. Потом, через два дня уже привыкли. Я думал, тоже здесь какие-то люди странно выглядели. Оказывается, здесь все порядочные, хорошие люди работают. Вот люди зарабатывают грязными путями. А нам чего стыдиться? Сравнительно с ними у нас чистая работа. Только вот одно название «свалка» звучит неприятно. Но благодаря этой работе мы живем. Ничего здесь стыдного нет. Чем украсть у кого-то, лучше своим трудом заработать и со спокойной душой есть свой хлеб, кормить детей. Ну, вначале говорили, родственники говорили, зачем на свалке будешь работать туда-сюда, говорили. Ну, когда я зарабатываю, они уже перестали говорить. У меня шестеро детей. Я работаю в кафе, а муж остается с детьми. Моя работа находится в центре. Прихожу домой вечером. Дочка моя работает на свалке. Дети по желанию работают на свалке. Когда хотят, собирают. А если нет, играют. Чем просто ходить, нашли себе занятия. Видя, что дети соседей выходят на свалку работать, мои тоже захотели. Старшая дочка в селе, вторая на свалке работает. Собирают баклажки, а когда захочет, играет. Ей 14 лет. Как мама, конечно, беспокоишься за детей. Но от безысходности приходится терпеть. Хочется переехать в другое место, но там дорого. Одну сотку земли по заоблачным ценам продают. Поэтому как-то пытаемся выжить. Мы об этом месте узнали через знакомых. Они сказали, что рядом со свалкой продают земельные участки. Приехали, купили по договорной цене. И вот два года прошло. В этом году начали строить дом. Конечно, то, что мы находимся рядом со свалкой, нас пугает. В первую очередь, вредно для здоровья. А что делать? Придется терпеть. В других районах города земля дороже. А здесь дешево. Поэтому купили этот участок. У меня есть дети. Когда они подрастут, поступят в университет, вот тогда мы и переедем сюда, чтобы быть ближе к детям. Ради их будущего. Ради их будущего. В последнее время, да, часто горит. Страшно. Невозможно работать вечером. После шести уже ветер, когда суда дует, уже невозможно работать. Опасно здесь работать вечером. Другие здесь тракторы за ночью работают. Под трактор может попасть. Поэтому выгоняем всех ночью. А сами не боитесь? Ну, мы же там не ходим, а эти непослушные дети приходят. Поэтому выгоняем всех после десяти. До восьми там работают. Потом здесь три-четыре часа поработают. Где-то в час-два часа дома. А жена как встречает дома? Кушать, приготовить и ждет. Сейчас ночью, приходу или два сыра мы шьем. Ну, я тоже тут временно работаю, пока нормально, знаешь, механизм. В городе хорошей работы нету. Образование нужно. Ну, в свое время я не учился. Хочу, чтобы мои дети нормальные, обеспеченные, работали, работали, чтобы они еще, хочу, чтобы хорошую учебу вас станут.